Субтитры создавал DimaTorzok Идем в Московский зоопарк. Ура! Нам все нипочем, даже дождь. Вот мы уже на Краснопресницкой, Сталинская высотка знаменитая. А мы подходим к Московскому зоопарку. Красивые башенки на входе. Несмотря на дождь, они спокойно сидят. Хоть бы хны. Секрет тут, конечно, в том, что они покрыты толстой, притолстой шерстью. И им любая погода нипочем. Они даже совершенно спокойно зимой гуляют. Хотя их называют, как известно, караванами пустыни. Потому что они могут идти через безлюдные пространства, без еды и питья много-много дней. Два горба. Это о чем говорит? Вот, видите, на спине два горба. В них прячется жир. Когда верблюда собирают дальнюю дорогу, то ему дают очень много поесть, чтобы был запас. То есть, фактически, на спине это своего рода холодильник. Ну, в общем, полочки с едой. Как и в других местах московского зоопарка, здесь тоже табличка. Даже полезные, в кавычках, угощения вредны. Пожалуйста, не нарушайте рацион и режим питания животных. Да, и заодно вот табличка. Дикие животные опасны. Не ставьте детей на барьер. Конечно, верблюд, он вроде бы такой миролюбивый с виду. Но, как известно, любит плеваться. Помните фильм «Джитлемена удача»? Ну, и вес большой, не дай бог, затопчет или прижмет к стенке. И еще обратите внимание, терки специальные висят. Висят специальные терки. И шерсть внизу. Значит, верблюды иногда подходят и трутся. Наверное, очень приятно им. И вот, сколько я здесь уже нахожусь, они лежат, лежат и не шевелятся. Пространство у них довольно-таки большое. Видите, посмотрите. Весьма приличный двор. А еще, посмотрите, прямо вот над ними жилые дома. Представляете, какая панорама открывается из окон этих домов. Люди выходят и перед ними животные московского зоопарка. Согласитесь, весьма интересно. А здесь как раз описание, о ком идет речь. Домашний, двугорбый верблюд. Парнокопытные. Длина животного 2 метра и 70 сантиметров. Масса тела до 800 килограммов доходит. Продолжительность жизни до 60 лет. Что ж, неплохо, да? Что ж, неплохо. Кстати, дикая форма этих верблюдов крайне малочисленная. Обитает на территории Китая и в Монголии. И вот как раз, как мы уже отмечали, этот верблюд приспособлен не только к жаре, но и к жестоким морозам. Они переносят перепады температуры до 50 градусов. Потому что верблюжий пух отлично защищает и от переохлаждения, и от перегрева. Был одомашнен еще 2000 лет до нашей эры. А еще, оказывается, верблюд за 10 минут способен выпить до 130 литров воды. Держится табунами из 5-9 особей. Взрослый самец, самки и молодняк. Ну вот и питается травой, листьями, деревьев, кустарниками. Как раз здесь вот можно увидеть корм под навесом. Так что, судя по внешнему виду, они сытые, довольные и не нуждаются в какой-либо дополнительной подкорбке. Вот такой интересный уголок в московском зоопарке на Красной Пресне. И мы идем дальше к соседям верблюдов. Их соседями являются сычуанские токины. Необычные животные, парнокопытные, которые живут в Китае, в провинции Цичуань, Ганцюи, Циньцзянь. И вот, обратите внимание, лежат экзотические китайские животные, как раз лежат там вдалеке. У них даже есть такая специальная терка. Ну, впрочем, о них мы расскажем более подробно в следующий раз. А пока мы прощаемся с вами. До новых встреч на канале Дмитрий Март Лайв на Ютубе. Как всегда, отмечаем. Да, именно отмечаем, что на нашем канале много других интересных видео, в том числе о животных. Так что заходите на канал Дмитрий Март. И смотрите, а также отсылайте сюжеты своим друзьям и знакомым. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте на колокольчики. Ну, а мы думаем, а может быть поселиться здесь, посмотрите. Вот в какой-нибудь многоэтажке напротив верблюдов. Хорошая идея. Ну, все, до свидания. Пока.